В центре Киева будинок впав на людей. Чому рятувальники не смогли дистать с-под завалу усех? И какие шансы выжить у тех, кто остается под грудой кирпичей? Все ответы прямо сейчас. С десяток карет скорой помощи, пожарные машины и тонны мусора, которые МЧСники вывозят из этого обвалившегося дома уже сутки. Минуты тишины с утра делали перед проведением начала работы. На связь никто не выходил. Не выходил, нет. Ну там вот как и вчера тоже собаки, вот эти тепловизоры или уже нет? Нет, сейчас собак нету, потому что независимо от того, будем так говорить, найдут их собака или нет, в любом случае мы все конструкции разбираем в ручном режиме. Технику для этого не привлекаем, чтобы дать шанс на выживание людям, возможно, которые там находятся. Напомню, вчера в 4 часа дня в центре Киева произошло обрушение пятиэтажного дома. Рухнули перекрытия с пятого по первый этаж. Все усыпано стеклом, вот смотрите, очевидно, выбивало окна в момент этого обвала, под которым оказалось по разным версиям от пяти до десяти человек. Судя по количеству людей и техники, на уши были подняты все городские службы. Пока участники разгребали обломки, в дом то и дело запускали вот этого лабрадора-спасателя, его кличка Че Гевара, а также устраивали минуту тишины, чтобы услышать крик помощи или стон. В результате за вчерашние сутки из-под обломка вытащили на свет Божий шесть человек. Все спасенные оказались нанятыми строителями и сейчас находятся в больнице. Було десь как на потолка бетона, вот такую груду бетона, там страшные дни. Чтобы вы понимали, что мы трое шпаклювали внизу, там красили, а они там верху разбирали. Я просто спид бетона позвонил МЧС-никам, королю, позвонил в улице, друг, який зі мною был, ему с бетона тільки рука торчала. Я между арматурой, пусть прополз, и вони там сзади вырезали дверь МЧС-никам, уже весьма там ослабили. А они могли возбуждать, потому что там какая-то бетонная отрыва висеть до сих пор. И если уже зайдут, то их там заладят. Оказывается, ребята в этой палате – строители. К счастью, почти никто из них не пострадал, только лишь у одного парня сломана нога. Но как оказалась строительная бригада в доме, который еще с 2004-го числится как аварийный? Дом, поскольку находится в частной собственности, город к нему не имеет никакого отношения, и контроль за ним осуществлять, к сожалению, нормально не можем. По словам местных жителей, за неделю до обвала дом буквально ходил ходуном. У меня сдригалися стены, потому что очень было что-то. Я даже хотела подойти уже, потому что и в день, и в ночи, и на выходных они что-то лупили, и так и очень хорошо лупили. В милицию никто не вызывал соседей. Вы знаете, я просто подошла, мне говорят, что тут ремонтные работы. Удивительно, но по словам соседей, здесь даже жили люди в аварийном-то доме. ЖКХ сказала, у нас на балансе этого дома нет, мы его обслуживаться не будем. Люди жили вот в той фронтальной части, а в этой правой части, а только внизу какой-то офис был. Ресторан был. Функционировал ресторан. Я говорю, хлопцы, девчата, чьи вы? Вы сплачуете аренду плату. Кому? Скажите мне. Тайна покрыта мрак. А как назывался? Хочу рассказать. Офицерия. Местные жители утверждают, что хозяйкой квартир является некая Ирина Бойко. А значит и ответственность за все фатальные ремонтные работы тоже на ней. Я сейчас не могу вам прокомментировать, кто тут был, какая женщина. И тем не менее интересно, как в чьей-то собственности оказался пятиэтажный дом в центре Киева, которому к тому же более ста лет. Аня работает по соседству в салоне красоты и говорит, что еще до обвала в доме постоянно происходили какие-то разборки. Я несколько раз видела, что здесь приезжала полиция и какие-то журналисты даже были, и полиция поднималась на второй или третий этаж этого здания. Я не знаю, что там происходило, но какой-то инцидент, я понимала, что что-то тут не там. Подозревают, что помимо строителей под обломками находится и хозяин вот этого джипа. Его семья сутки ждет от спасателей хоть каких-то новостей. Но, к сожалению... Мы никого за ночь не достали до сих пор. На этот час спасатели уже разобрали 50% завалов в доме на Богданах Мельницкого. Но теперь появился риск, что в любой момент может рухнуть фасадная часть здания. В связи с трагедией мэр Кива Виталий Кличко дал распоряжение сделать немедленную проверку всех домов столицы, которые числятся в аварийном состоянии, на предмет несанкционированных строительно-ремонтных работ. Но таких домов по всему городу десятки. Вот, кстати, один из них находится буквально в метрах от нового канала. Посмотрим, что же случится раньше. Господи, прости, очередной обвал? Или же все-таки службы приведут дом в порядок?